Добрый день, вы смотрите прямой эфир с Мариной Мацарской. Начнем с информации о том, как изменилась санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашем крае за прошедшие сутки. Выписано еще 471 человек. В целом выздоровевших более 75 тысяч человек, вместе с тем, безусловно, есть новые заболевшие и, к сожалению, новые смертельные исходы. Для противодействия распространению болезни власть региона принимают новые меры. И, как мы с вами знаем, еще раз напомню, с 30 октября по 7 ноября на Ставрополье объявлены нерабочие дни. Это поможет прервать цепочки распространения вируса, но к формированию коллективного иммунитета против COVID-19 мы пока не так близки. Необходимо наращивать темпы иммунизации. И об этом мы сегодня говорим с Любовью Дмитриенко, главным эпидемиологом Министерства здравоохранения Ставропольского края. Любовь Ивановна, добрый день. Добрый день. Итак, сколько же человек сделали уже прививку, ну, будем считать, первым компонентом? На сегодняшний день более 817 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Чуть более 700 тысяч уже завершили курс иммунизации, но мы, к большому сожалению, еще далеки от той нашей цифры, целевого показателя, охват 80% взрослого населения иммунизацией против новой коронавирусной инфекции. У нас есть небольшой отрывок из прямой линии главы региона Владимира Владимирова. Предлагаю вам посмотреть внимание на экран, который касается как раз-таки антипрививочник. Обратились опять же в центр управления регионом, где регулярно мониторят мнение граждан, и вот информация у нас интересная. Да, собрали наиболее яркие ответы на вопрос, как вы относитесь к вакцинации. Например, сторонники прививок считают, что вакцинация дает чувство безопасности. А если они заболеют, то смогут принести ковид легче. У противников вакцин свои аргументы. Среди них я неподопытный кролик, я опасаюсь впоследствии прививки, но в это же время другие не боятся самого коронавируса. И особенно отметим мнение «бесплатный сыр только в мышеловке». Такая вышла подборка. Если говорить о готовности к вакцинации, то 52% опрошенных уже сделали прививку от коронавирусной инфекции или планируют привиться в ближайшее время. А вот не станут вакцинироваться 40% опрошенных ставропольцев. Оставшиеся 8% еще не определились с выбором. Ну вот у Роспотребнадзора и у врачей, которые непосредственно работают с ковидом, есть очень весомые аргументы против таких скептических отношений к прививкам. Возвращаемся в студию Прямова. Любовь Ивановна, если брать последние сутки, вот больше людей у нас сегодня идут вакцинироваться? Безусловно, больше. Мы отмечаем очень положительную динамику. В последние 10 дней рост привитых отмечается каждый день. То есть 6-7-8 тысяч на сегодняшний день получили прививки. Вот за сутки первую дозу 10 700 человек. И привито в целом получили прививки 16 тысяч. То есть мы выходим, практически подходим к тем рубежам, обозначенным нами при планировании, при подготовке иммунизации. Более 20 тысяч иммунизаций в день. Если быть уж точной, 21 тысяча 40 мы можем делать прививок в день. Естественно, что это не предел. У нас есть медицинские организации, которые имеют лицензию на проведение иммунопрофилактики. И мы уже на сегодня готовимся открывать новые прививочные пункты. И развертывать, организовать работу еще дополнительных прививочных бригад. Это касается в том числе и медицинских организаций, которые оказывают амбулаторную помощь детскому населению. Мы слышим из новостей, что скоро будет сертифицирована вакцина для иммунизации детей в возрасте от 12 до 18 лет. Естественно, к этой работе мы готовимся. Соответствующие поручения даны руководителям медицинских организаций. Но на сегодня пока в этой части больше информации мы не можем получить. То есть как это будет проходить? Согласие родителей? Безусловно. Мы идем по отработанной уже на сегодняшний день схеме. То есть ребенок не прививается без согласия его законных представителей. Будь это родители или его опекуны. Естественно, что получается такое согласие. Осмотр ребенка перед прививкой. И, вероятнее всего, это все-таки будут организованные коллективы 12-18 лет. Эти дети, как правило, посещают либо школу, либо среднее специальное учебное заведение. То есть подготовка в этом плане идет. И, в общем-то, детская служба, как никакая другая, встречается с иммунопрофилактикой. Потому что детей мы начинаем прививать буквально с самого рождения. Ну да, безусловно, мы таким образом победили и полиомелит, и корь, и краснуху, и многое-многое другое. Безусловно. Скажите, Любовь Ивановна, как нам сохранить такую динамику, которую мы сегодня видим, по вашему мнению? Очень хочется сохранить ее. Очень хочется, чтобы медицинские организации, отработав, пусть с большой нагрузкой, в ближайшие месяцы все-таки получили достойный результат, да, чтобы мы получили коллективный иммунитет, чтобы жители Ставропольского края, наконец-то, были защищены. Смело выходили на улицу, смело шли на работу, встречались с родственниками, с друзьями, уже без боязни заразиться, да, мы все к этому стремимся. Мы очень к этому стремимся, и, поверьте, каждая жизнь для нас бесценна. У нас есть звонок в студии, да, добрый день, мы вас слушаем. Алло? Да, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Добрый. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните. Ставрополь, Наталья. Подскажите, пожалуйста, можно ли одновременно, одночасно прививаться спутником ЛАЙТ и от гриппа? Спасибо большое за ваш вопрос, Любовь Ивановна. На сегодняшний день мы уже получили инструкции по одновременному, по возможности одновременного применения вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК и противогриппозных вакцин. Иммунизация проводится в разные части тела. И есть информация, но, к сожалению, пока неофициальная, о том, что инструкция по спутник ЛАЙТ тоже уже внесены изменения. Буквально в ближайшие дни, коль такая информация есть, инструкция поступит в медицинские организации. То есть сегодня не ожидайте, что уже врачи это разрешат делать, но через день-два эта информация уже будет на каждой концевой точке, то есть в каждом прививочном кабинете. Да, работы ведутся, расширяются и возрастные категории, расширяется и перечень показаний к иммунизации, и, соответственно, взаимодействие изучается с другими лекарственными препаратами. Поэтому очень надеемся, что в ближайшие дни мы будем сочетать все вакцины против новой коронавирусной инфекции с гриппозными вакцинами и тем самым обеспечим двойную защиту. Спасибо большое. Я еще раз скажу нашей зрительнице, обязательно смотрите прямой эфир. Мы стараемся и наши новости, безусловно, на своем ТВ. Мы стараемся донести как можно более оперативно как раз-таки всю новую информацию по поводу иммунизации населения от COVID-19. Ну вот, на время объявленных главой государства нерабочих дней, еще раз напомню, с 30 октября по 7 ноября на территории края приостанавливается деятельность предприятий общественного питания с 23.00 до 6.00, за исключением доставки заказов. Удут закрыты библиотеки, выставочные залы, дома культуры. Об этом глава региона Владимир Владимиров сообщил в ходе прямой линии. Кроме этого, вводится обязательная самоизоляция для тех, кто не вакцинировался и старше 60 лет. Хочется услышать вот ваше мнение по поводу этих мер, насколько они будут эффективны как от специалиста. Если население края будет соблюдать эти меры ровно таким образом, как это предписано, то есть провести эти дни дома, с семьей, с близкими, постараться не поехать на отдых и не создать прецедентов где-то в отелях, в гостинице, да, и не заразиться дополнительно, то очень надеемся, что эти меры будут действенны, потому что мы привем эту цепочку передачи инфекции и наконец-то вздохнем и поймем, что цифры заболевших пойдут вниз. Очень хочется на это надеяться, хочется надеяться, что люди очень разумно распорядятся этими выходными днями. Конечно. Любовь Ивановна, ну вот еще информация, ее очень много. Я постаралась по максимуму, так сказать, чтобы мы в эфире об этом поговорили. Непривитые работники в возрасте 60+, у которых хронические заболевания, и, естественно, работодателям предложили их перевести на 4 недели на дистанционку для вакцинации и формирования иммунитета. То есть это 4 недели. Будет ли достаточно для того, чтобы иммунитет сформировался этих 4 недель? Я думаю, что будет достаточно этого времени, вполне достаточно, но хочу напомнить, что меры, защитные меры еще, в общем-то, никто не отменял. В стране не отменен масочный режим, никто не отменял социальную дистанцию, никто не отменял использование кожных антисептиков и иных мер защиты. То есть они как были, так и остаются. И, естественно, что перевод на удаленку не означает, что 60-летний работник непривитой будет продолжать посещать общественные места вместо работы. Да, мы понимаем, что если мы работаем дома, значит, дома мы именно дома и именно работаем. Эта мера коснется впоследствии и не только 60-летних работников, то есть для тех работников отдельных профессий, которые обозначены постановлением главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю, 17 декабря, не получивших прививки, им тоже предложат либо дистанционную работу, либо отстранят от работы на период эпиднеблагополучия. Это в том числе у которых медотвод? Нет, это не касается медотводов, но о медотводах, наверное, тут вообще нужно поговорить отдельно, потому что очень такая интересная тема, не так много противопоказаний имеют вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. И здесь я хочу обратиться к жителям края. Я работаю 34 года в здравоохранении, и не было еще ни одного случая, когда бы медицинский отвод, либо отказ от прививок защитил конкретного человека от конкретной инфекции. То есть много встречало случаев, когда отказывались, допустим, от прививок против столбняка, от прививок против бешенства, достаточно опасные инфекции. И то же самое касается иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Медотвод еще никого не защитил. То есть если есть хотя бы малейшая возможность привиться и защититься, я рекомендую прививаться. Тем более для этого на сегодняшний день созданы все условия. То есть можно привиться, принимая, это касается аллергиков, антигистаминные препараты за 3 дня до и 3 дня после прививки, для того, чтобы снизить риск развития каких-то аллергических проявлений. Есть возможность консультации на сегодня в федеральном консультативном центре по вопросам вакцинации. То есть сложные случаи. Мы рекомендуем всем, кто имеет тяжелую соматическую патологию, но хочет привиться, через медицинскую организацию при обращении к участковому врачу обозначить этот вопрос. То есть не отказываться и не просить медотвод, а лучше проконсультироваться у ведущих специалистов страны, и все-таки привиться по той схеме, по тем рекомендациям, которые будут даны. У нас был звонок, и зритель, ну вот за эфиром звонок, зритель спрашивал, насколько, какая вакцина будет эффективнее. Ну, насколько я понимаю, это все, ну, во-первых, индивидуально человек выбирает, а во-вторых, есть какие-то ограничения со стороны врачей. Ну, на сегодняшний день, наверное, самая применяемая вакцина, да, тут нельзя сегодня сравнивать, да, группы привитых, допустим, вакциной ГАМ, Ковидвак или Ковивак, они просто несравнимы. Да, если одной вакциной первой мы привили около 680 тысяч, да, то второй привит только около 10 тысяч жителей края. Но первая из названных мною вакцин все-таки имеет на сегодняшний день меньше всего противопоказаний. Я скажу, что на сегодняшний день она не противопоказана беременным женщинам, кормящим матерям, то есть спектр ее применения гораздо шире. Она более изучена, более применяемая даже, ну, не только в крае, но и, в общем-то, в стране. Это эпивак-корона, да? Нет, это вакцина ГАМ-Ковидвак. ГАМ-Ковидвак. Но применяются все вакцины, я сразу оговорюсь, в крае использовались все вакцины, ни одна из них, к счастью, не вызвала поствакцинальных каких-либо осложнений. Побочные проявления регистрировались, но не так часто, к счастью, как об этом, в общем-то, любят поговорить многие, рассказать. Причем мы встречались летом в эфире, рассказывала, что ведение дневника самонаблюдения это очень обязательное и желательное условие для того, чтобы разработчики вакцины понимали производители, насколько она реактогенна, насколько безопасна, и что нужно еще изменить для того, чтобы она стала гораздо лучше. Ну вот, если вы решили привиться, конечно, я спешу вам напомнить, что вам положены два оплачиваемых дополнительных дня отдыха. После 7 ноября власти региона нашего Ставропольского края рассмотрят введение обязательного использования QR-кодов, которые будут сообщать о вакцинации вашей или недавно перенесенной вами болезни при посещении и организации общепита, и культурных развлекательных учреждений, спортцентров. Любовь Ивановна, вот что дадут эти QR-коды, чтобы зрителям нашим еще раз напомнить о их необходимости? Дадут в первую очередь безопасность. То есть человек непривитой и, возможно, с признаками заболевания в инкубационном периоде, в продроме, когда он уже может быть заразен, не посетит учреждение культурное или общественное питание, или спортивное сооружение, и не станет источником заражения. Не одного причем человека источника заражения? Да, причем не одного человека, как правило, достаточно большого количества. Как бы мы ни стремились к тому, чтобы ограничить число участников каких-то мероприятий, тем не менее их число остается все-таки достаточно высоким. Ну вот в связи с возросшей такой нагрузкой на медучреждения, необходимо сформировать дополнительный резерв медицинского кислорода, об этом говорил на прямой линии губернатор Владимир Владимиров. Вот как с этим вопросом, как он сейчас решается? Этот вопрос находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения Ставропольского края. То есть это вот тоже отдельная тема для разговора, когда проводится анализ потребления кислорода, анализ потребностей в кислороде на каждый текущий день, на каждый следующий день, рассчитываются его объемы, и, насколько я знаю, заключаются договоры на поставку, по крайней мере, до конца года. То есть прилагаются все усилия к тому, чтобы край кислородом был обеспечен в достаточном объеме. Ну так же, как расширение коечного фонда, естественно. Так же, как расширение коечного фонда, который идет, в общем-то, параллельно со снабжением кислородом. То есть койки не открываются просто так, там, где нет подводки кислорода. Перед открытием расписана схема поэтапного открытия, развертывания коек. Естественно, что даже если учреждение еще не стоит в плане и не обозначено как ковидный госпиталь, в нем уже ведутся работы, то есть ведется подводка кислорода, устанавливаются газификаторы, рампы, либо еще какое-либо кислородное оборудование. Спасибо. Ну вот губернатор Владимир Владимиров в эфире «Прямой линии» 26 октября подчеркнул, что часть коек создадут перепрофилированием. То есть в первую волну, вот в прошлом году у нас было 1803 койки, сегодня у нас 71% кислородных коек и всего 4853 койки. Могут открыть ковид-койки в краевой больнице, реабитационном центре, в родильном доме при больнице скорой помощи, это 4-я горбольница, а также торговых центрах, которые еще не введены в эксплуатацию. И как раз еще то, о чем мы все время говорим и с Министерством здравоохранения в этом эфире, то, о чем говорят и власти региона, о том, что большинство заболевающих коронавирусом на Ставрополье люди непривитые. Сейчас, пожалуйста, я попрошу режиссера показать небольшой фрагмент из «Прямой линии» главы региона. Максимум было 2 человека привитых, 31 человек уходит. Вот у нас из 4 тысяч ушедших у нас было 8 человек привитых. Причем это все мы мониторим по спутнику ВИИ, поэтому нужно, ну, не знаю, как-то верить цифрам и тому, что вокруг происходит. И если отсутствие прививки, это не гарантия того, что мы будем спокойно завтра ходить. – Любовь Ивановна, ну сколько нужно привить ставропольцев, чтобы наш региональный, будем говорить про нас, коллективный иммунитет, не позволил нам вернуться к локдауну? – На сегодня у нас в планах привить 1 миллион 765 тысяч 344 человека, взрослого человека, потому что о детях пока еще речь в планах не идет. – Угу. Ну вот у нас на сегодня есть целых три уголовных дела. Это все равно уже много о поддельных сертификатах. Вот поддельный сертификат обошелся человеку, ну там, от почти полутора тысяч до трех тысяч рублей. Вот кого этот человек хочет обмануть и, главное, какой ценой? Мне хочется, чтобы сегодня ставропольцы об этом подумали. – Также глава региона сообщил в ходе прямой линии, что сроки для возможности ревакцинации на Ставрополье сместили на целый месяц. То есть сделать прививку жители региона смогут не через полгода, как это было ранее оглашено, а через пять месяцев после завершения первой процедуры. – Ну, развейте, пожалуйста, опасения ставропольцев, которые могут возникнуть, Любовь Ивановна. Ну, как бы, что нам этот месяц дает, почему раньше, не будет ли осложнений? Ну, то есть вся эта масса вопросов, которые возникают сегодня. – Ну, на сегодняшний день перед нами все-таки стоит задача привить максимальное количество людей. Мы не ставим перед собой задачу обязательно ревакцинировать, потому что те люди, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, имеют хотя бы одну прививку, вернее, один завершенный курс иммунизации, они уже защищены, они активнее прореагируют на встречу с возбудителем инфекции. И перед нами стоит задача, в первую очередь, прививать непривитых. Это первоочередная задача. Естественно, что мы будем реагировать на ситуацию в зависимости от того, как она будет разворачиваться и как будет изменяться нормативная база. Ну да, насколько я понимаю, человек не медицинский работник, даже, ну, вот как бы человек, который не переболел, не иммунизировался, и человек, который, допустим, ну, не переболел, но у него есть прививка, хотя бы там первый компонент, да, ну, даже эти там, я не знаю, полтора антитела, которые начали там в тебе работать, да, против компонентов вот этого ковид, уже могут спасти твою жизнь и здоровье. Да, ведь здесь уже речь идёт не о том, чтобы не заболеть, да, речь идёт о том, что это прививка от осложнений, от летального исхода, да, даже если заболеет привитой, заболевание будет протекать уже не так тяжело, не с такими осложнениями, оно протекает гораздо легче, часто без кислородной зависимости, да, то есть даже возрастные люди порой болеют достаточно легко, привитые, и что отрадно, понимают важность прививки и интересуются, вот сегодня был звонок, с горячей линией переболел пожилой человек и хочет привиться, интересуется сроками, а когда после выздоровления мне можно прийти на прививку, то есть, ну, это вот свидетельствует о том, что понимание уже есть, проблема, да, я привился, переболел, но переболел легко, я выжил, спасибо, я приду ещё. Ну вот, сегодня на информлентах есть вот такая информация о том, что в Екатеринбурге, к примеру, закончилась вакцина «Спутник Лайт», ну, видимо, там этой вакциной очень активно население прививается, как у нас с вакциной, какие вакцины сегодня есть в наличии, как с поставками, ровно ли они проходят, ну, я имею в виду ажиотаж, после того, как, естественно, очередная волна коронавируса пришла в регион? Я поняла ваш вопрос. На тот момент, когда повысился спрос на иммунизацию, у нас было более 330 тысяч комплектов в запасе, практически вся вакцина была выдана в медицинской организации, то есть на складе остаётся некий запас, на тот случай, если где-то будет повышенный спрос, и, в общем-то, это уже оправдалось, потому что, допустим, минеральные воды уже заявили и взяли дополнительно к тем объёмам 5000 доз, поскольку у них ежедневно иммунизируется до 1000 человек. Что касается вакцин, какие есть в крае, да, преимущественно более 80% это вакцина гам-ковид-вак, но в последние недели, две недели, осуществлялись поставки в край вакцины ПИВАК-КОРОНА, 9720 комплектов, и 1560 комплектов КОВИВАК было поставлено на прошлой неделе. Это небольшие объёмы, на этой неделе тоже поступило совсем немного гам-ковид-вак и ПИВАК-КОРОНА, 810 комплектов, даже не хочется расстраивать телезрителей, то есть, ну, это не те объёмы, о которых стоит говорить. Всего поставлено было в край 141 тысяча вакцины «Спутник Лайт», и какое-то время вакцина, можно сказать, лежала мёртвым брузом в морозильниках медицинских организаций, но на сегодня в ряде наших районов, муниципальных образований тоже ажиотажный спрос на неё вырос. Все непременно стремятся привиться этой вакциной, но тут я, наверное, хочу всё-таки предостеречь наше население. Решение о введении того или иного препарата принимает всё-таки врач. Давайте будем вот соблюдать здесь эти моменты. Законодательно право выбора медицинского монобиологического препарата не определено пациентом, я имею в виду, решает врач. То есть по перечню противопоказаний возраст принимаются во внимание сопутствующие заболевания, и таким образом решаем, какой вакциной прививаться, поскольку спутник «Лайт» более рекомендован был для повторной вакцинации после уже проведенной вакцинации, либо после перенесенного заболевания. Но учитывая ажиотажный спрос в целом по стране на вакцину, Министерством здравоохранения Российской Федерации принято решение производства, объёма производства увеличить, обратиться с этой просьбой к производителям вакцин. И в течение двух недель в регионы будут осуществлены поставки вакцины «Спутник Лайт». В каких объёмах, пока мы не видим. Есть такой дашборд с примерными планами поставок. На сегодня там информации пока нет. Но естественно, что если вакцина поступит в край, на складе она долго не задержится. Как правило, нам хватает двух-трёх суток для того, чтобы принять вакцину, оприходовать и развести авторефрижераторами медицинские организации. Ну и всё. А как можно будет узнать, просто прозванивать медучреждения, которые вакцинируют? Нет, информацию о поставках мы разместим на сайте Министерства здравоохранения Ставропольского края для того, чтобы оповестить жителей. Я надеюсь, что мы будем встречаться и здесь в студии в эти дни гораздо чаще, чем обычно. Да, безусловно, конечно. Да, и из первых уст буквально население будет узнавать о том, что поставлено, в каких количествах и как выдаётся. Ну и последний вопрос. Ряд регионов страны ввёл обязательную вакцинацию для работников отдельных отраслей, в первую очередь сферы услуг. Как у нас с этим? Есть ли подвижки? Да, подвижки, безусловно, есть. От 18 октября, я уже сказала, в начале эфира вышло постановление главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю о проведении обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции отдельных категорий граждан по эпидпоказаниям. Там достаточно широкий спектр, да, это и студенты, и учащиеся средних специальных учебных заведений, и работники отдельных профессий, в том числе госслужащие. Это лица старше 60 лет. И на сегодня, я надеюсь, что уже во все медицинские организации поступили списки от работодателей с прививочным анамнезом для того, чтобы мы могли сформировать сводный план и активно планировать, в том числе и выездную работу в организациях, поскольку те люди, которые приходят в поликлиники, ну, они приходят самотеком. Это понятно, да? Мы прекрасно понимаем, что работа мобильных бригад будет не менее эффективна. Где-то в трудовых коллективах, на рабочем месте, не прерывая рабочего процесса, будем прививать максимально, настолько, насколько это нужно населению нашего края. Любовь Ивановна, благодарю вас за участие в прямом эфире. Обязательно ждем вас в ближайшее время с новой информацией по поводу борьбы с COVID-19 на Ставрополье. Спасибо вам большое за участие в эфире. С вами была ведущая Марина Мацарская. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Смотрите свое ТВ. Субтитры сделал DimaTorzok